Всем привет и добро пожаловать на обзор нового патча 3.06. Турнир в Берлине подошел к концу, но как вы знаете, все самые значимые изменения Riot как раз оставляют на моменты, когда все эти крупные турниры подходят к концу. Так что сегодня вас ждет очень интересный патч с большим количеством изменений. Желаю приятного просмотра и мы начнем сразу после небольшой рекламы. Помните я рассказывал вам о программе FPS Booster, которая буквально за один клик улучшит ваши показатели FPS? Так вот ее неплохо так обновили, оптимизировали input lag, а значит ваша мышка будет отзывчивая. Сейчас FPS поднимается равномерно, без появления разрывов изображения. В дальнейшем обновлении также добавится функция J-Sync. Помимо этого уже скоро появится возможность установить ограничения на FPS, чтобы он не скакал и игра казалась более плавной. Как я уже говорил ранее, программа поддерживает Valorant, а в дальнейшем список игр будет только расширяться. FPS Booster безопасно и эффективно повышает частоту кадров в играх, так что за свой ПК может не переживать. Сама программа платная, но буквально за 1 рубль можно потестить ее 7 дней. Думаю этого будет более чем достаточно, чтобы понять, нравится она вам или нет. Ну а там уже выбирайте нужную подписку или покупайте программу навсегда. Возвращаемся к нашему патчу. На этот раз разработчики решили поменять баланс двух зачинщиков, Sky и Kayo. Также изменили кое-что у джетки, поменяли множество карт. В общем-то давайте с агентов начнем. Первым делом Sky, то что ее надо понерфить стало понятно уже давно. Но возможность давать флешки перед собой и не слепнуть сделали их просто имбовыми. Ну и конечно ее ульта стоит очень дешево за те возможности, что она нам дает. Поэтому теперь ее флешка станет чуть более медленной. А именно, после того как вы отправили флешку, оружие у вас будет браться не за полсекунды, как было ранее, а за 0.75. Кажется, что это маленькое изменение, но по факту в игре это реально будет ощущаться. Также до патча вы могли активировать флешку после запуска спустя 0.25 секунды, а теперь спустя 0.3. Ну тут прям совсем маленькое изменение, но опять же в игре это будет чувствоваться. Также стоимость ульты Sky поменяли, теперь это 7 поинтов вместо 6. Несмотря на то, что порой ее медузы очень лагают, в целом думаю это хорошее обновление для ее ульты, да и в целом для агента Sky. Переходим к Каю, как мы все заметили, Каю пикают что в мэме, что на официальных играх крайне редко, поэтому ему также изменили флешки и ульту, но в другую сторону. Теперь задержка перед вспышкой у него будет не полсекунды, а 0.3, а от такой флешки уже будет реально сложно отвернуться, особенно если ее еще и правильно накидывать. Задержка же при броске правой кнопки мыши уменьшена вообще с 1 секунды до 0.3 секунды, то есть более чем в 3 раза. Но я думаю важнее даже не все это, а то, что вообще удалили звуковой эффект полета гранаты, так что теперь можно будет более удобно накидывать флешки самому себе, и они также будут ослеплять врага. Потому что ранее они работали по факту только если кидать их как моменталки. Но еще у Каю улучшили ульту, теперь даже когда он падает и ему требуется перезагрузка, он все так же будет продолжать излучать свои волны, выключающие обилки соперникам. Думаю если и этого не хватит, в будущем он просто сможет ползать уже в этом состоянии, будет забавно на это посмотреть. С зачинщиками все понятно, переходим к джетке. Вообще-то нам говорили, что особо ничего не собираются с ней делать, но выходит обманули, потому что поменяли многое. Начнем с того, что у джетки теперь количество смоков урезано до 2 штук. Да уж, а помните времена, когда их было не только 3, но они еще и длились по 7 секунд. Ух, джетка была просто полноценным смокером. Теперь надо будет не просто экономить свои смоки и их время, но и давать грамотно. А еще не получится раздефать спайк, потому что редко когда у вас будет оставаться целых 2 смока в конце раунда, учитывая, что их всего теперь будет 2. Довольно значительно переработали ее ульту. Прощай, кореян джет, можно сказать. Теперь, если вы делаете килл с правой кнопки мыши, у вас ножи не будут откатываться. То есть теперь, если ты хочешь делать несколько киллов с ульты, будь добр, кидай по одному ножику. Но, с другой стороны, теперь ПКМ работает так же, как и основные ножи. То есть правая кнопка мыши будет убивать в голову с одного ножа. А также каждый этот нож с ПКМа будет наносить по 50 урона в тело в любом случае. Короче говоря, сделать гарантированно 1 килл станет, как по мне, проще. А вот уже ради серии придется попотеть. Пишите, как вам такие изменения агентов. Йору, кстати, в очередной раз оставили нетронутым. Но, как я уже говорил ранее, на Йору у разработчиков гигантские планы. Там делается полная переработка агента. А для этого нужно не просто поменять пару строчек кода, сделав ему условно флешки быстрее. Там нужна даже новая отрисовка. Отрисовка новых анимаций, которую еще и надо сказать, как сделать дизайнером. А это все занимает кучу времени, поверьте, это очень длительный процесс. Для таких огромных изменений требуется очень много сил и времени. Не факт, что успею сделать до турнира Champions. Так что вполне возможно, что нового Йору мы увидим уже ближе к новому году. Ну а теперь давайте переходить к изменениям на картах. Во-первых, карта Fracture появится в ранговом режиме. Так что готовьтесь к тиммейтам, скидывающим спайк в пропасть после проигранной пистолетки. Ладно, на самом деле, я надеюсь, такого не будет. Сама карта ведь крутая. Ну и ей уже сделали первое изменение. Теперь туннель генератору из столовой нельзя простреливать. Но значит там все же можно будет устанавливать ульту Killjoy и занимать этим сразу весь плент. Ну если, конечно, ее не сломают какой-то другой обилкой. Также поменяли один из ящиков на пленте. Теперь его вообще нельзя будет простреливать. А значит установить спайк будет проще. И это полезный апдейт, потому что там реально часто простреливали. Следующая карта это, не поверите, Icebox. На ней также поменяли всего-то пару ящиков. Но блин, насколько же это важное изменение. Теперь можно будет устанавливать спайк без сейджи. Но с другой стороны за ним и прятаться защитником можно будет. Потому что теперь его не прострелить. Изменение очень крутое. И оно реально повлияет на геймплей на карте Icebox. Еще одной картой стала Heaven. Там также сделали ящики в центре непробиваемыми. Так что опять же, поставить спайк будет проще. Хотя вот на Heaven там простреливали, как по мне, довольно редко. Следом идет Ascent со своими ящиками. Также полезное изменение. Потому что за этими ящиками можно будет прыгать и играть на чек. Но если спалят, тебе конец. Так было раньше. А теперь можно будет спокойно спрятаться и под какой-нибудь смачок еще и уйти. Ну и финальной картой с подобными изменениями стала Bint. Там изменили ящики, которые больше простреливали с КТ. В то время как с Heaven все так же можно будет их простреливать. Так что, как по мне, на бинде наименее значимые изменения. Из исправления ошибок только пофиксили бан из АФК на дезматчах. Что, кстати, круто. А то надоело, блин, уже играть Дэм, на котором 8 человек. И ты пол игры просто бегаешь и кого-нибудь ищешь. Лично мне патч очень понравился. Пишите в комментариях, как вы считаете. Ну и, конечно, новый набор скинов. В этот раз это был Run Go 2 версии. Ариас, Вандал, Оператор и Классик. Кому-то, думаю, понравится. Но я не фанат таких скинчиков. Ну вот что прикольно, это второй нож Бабочка-расческа. Прямо как и Синематика с Йору. Анимация у него такая же, как и у первой Бабочки. Так что, если кому-то понравилось, но не зашел сам вид ножа, вот, пожалуйста, новая Бабочка для вас. Ну а на этом ролик подошел к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки. А также писать комментарии. С вами был, как всегда, Раундс. До новых встреч. Пока-пока.